С трудностями самоизоляции столкнулись жители всего мира. Как справиться с депрессией и упадком сил? Не получать, а отдавать, считают некоторые. Сохранить душевное равновесие помогают другим. Оперная певица Майра Контрерос из Чили дает концерты из окна собственной квартиры. Каждый вечер благодарные соседи выходят отвлечься от домашних дел. Сама Майра знает цену хорошему настроению. «Первая неделя карантина у меня прошла в хаосе. Я ощущала замкнутость и подавленность. У меня начиналась депрессия. Но я подумала, а чем сама могу помочь миру?» А парижанка Аньес Гуайе с головой ушла в рисование. В обычной жизни она агент по недвижимости. Краски доставала лишь в отпуске. В её альбоме – природа и архитектура дальних стран. Теперь же перед ней другая задача – видеть радость жизни каждый карантинный день и вдохновлять этим подписчиков в Инстаграм. Там художница публикует свежие работы. «Мой альбом – это дверь, открывающая мир. Моя отдушина. Я наслаждаюсь процессом. Это как глоток свежего воздуха». Тем временем петербуржец Михаил Толсторуков предлагает всем желающим обучиться упражнениям цигуну фалуньдафа. Вместе с супругой проводит бесплатные занятия онлайн. Древнее учение родом из Поднебесной дарит душевное спокойствие и здоровье. «Сейчас ситуация, когда люди находятся в квартирах и в четырёх стенах ощущение давящее. Я по себе уже замечать начал, что не выходя на улицу, можно потерять ориентацию. День, ночь, состояние. Просыпаться не хочется. Я для себя нашёл быстрое решение. Когда я выполняю упражнения, то я быстро прихожу в состояние тонуса, как будто прогулялся по лесу». В ряде стран Европы карантинные меры начинают ослаблять. При этом в России, по мнению специалистов, пик эпидемии ещё не пройден.